Как вы знаете, наш канал — это часть большой сети. Здесь мы говорим о супергероях, на канале не спойлер, а кино в целом, ну а на историческом канале, разумеется, об истории. И с ней связано небольшое событие. Сценарист канала в Geek Movies и другая история Дима, которого вы знаете по многочисленным интервью, выпустил книгу. Называется она «Один день в древнем мире» и является гибридом истории и фантастики. На нашем историческом канале есть целая рубрика, где мы предлагаем вам прожить день в шкуре людей из прошлого, узнать, сколько они зарабатывали, где жили, что ели и во что одевались. О том же самом рассказывает и книга, только масштабней, эпичней и гораздо детальней. Прямо сейчас на нее открыт предзаказ, от которого зависит будущий выход книги в печать и ее судьба. И мы будем очень рады, если вы уделите минутку внимания, чтобы пройти по ссылке в описании, узнать о книге побольше, прочитать текстовый отрывок и при желании предзаказать ее. Это наш первый опыт в написании книг. И если вам такие затеи по душе, мы будем рады вашей поддержке. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! С момента объявления сериала, что если все мы ждали одного – зомби-эпизода, который вне зависимости от жанра франшиз и их тематик взлетает. Пятый эпизод не подкачал и помимо апокалипсиса умудрился вплести в сюжет Таноса и историю Войны Бесконечности. По традиции закончилась серия многоточием, поэтому в ближайшие пару минут мы разберем как пасхалки, так и детали эпизода и попытаемся предсказать, что же будет дальше. А от вас по традиции ждем оценку серии в комментариях. Ведь она вышла очень каноничной и внезапно лояльной к оригинальным комиксам. В них зомби тоже появлялись в 2005 году, когда фанаты ужастиков выпросили у Марвел отдельную серию. Издательство ее выпустило, и сюжет рассказал, как могущественный часовой принес из параллельной вселенной зомби-вирус. Первым делом с ним сразились мстители, которые и стали первыми зомби. И перезаразили всю планету. Лишь горстка героев, во главе которых стоял Магнета, пыталась зомби-мстителям противостоять, а еще противостоял им зомби-галактус, пришедший на Землю полакомиться. Его мстители победили, ведь до этого съели серебряного серфера, разделив его способности. Ну а скушав все, на планете отправились покорять космос, а иногда и другие реальности. Для этого в основной киновселенной 616 была даже создана специальная организация, которая путешествует между вселенными, ну чтобы убивать зомби. После просмотра эпизода логично предположить, что эта организация может наведаться и в этот мир. Как видите, от комикса сериал взял мало, предпочитая показывать свой сюжет. Но кое-что осталось неизменным. То, что даже превратившись в зомби, супергерои продолжают использовать свои способности и не особо тупеют. В комиксе зомби-версия Фантастической Четверки даже манипулировала Ридом Ричардсом из другой вселенной, чтобы тот построил телепорт и дал им больше еды. Так и здесь зомби Тони Старк не забыл, как пользоваться костюмом, а Доктор Стрэндж все так же использует магию. Комикс даже показывал, что зомби-версии персонажей продолжают мыслить, общаться и строить планы. Единственное, что мешает им полноценно жить – постоянное чувство дикого голода. На этом сходство пятой серии с комиксами не заканчивается. В моменте прибытия на базу Вижена создатели сериала показали, что оригинальный комикс хорошо выучили. Ведь там зомби Хэнк Пим держал связанного Т'Чаллу в лаборатории, чтобы периодически его кушать. Ровно то же самое в сериале сделал Вижен, чтобы кормить алую ведьму. Более того, пятая серия в точности передала даже травмы, ибо что Хэнк, что Вижен сначала отрубали Черной Пантере ногу, аккуратно все обрабатывая. Собственно, именно Т'Чалла в комиксах после побега и организовал сообщество выживших, которое осталось жить на Земле после того, как зомби в поисках еды отправились покорять галактику. Также отсылкой на комикс является голова Скотта Лэнга, правда в оригинале выживала голова осы, которой позже в Ваканде сделали роботизированное тело, функции которого для Лэнга в сериале исполнил плащ. В общем, сходств с комиксом более чем достаточно. Как и отсылок, которые сыпались из Человека-паука одна за одной. Помимо очевидных фильмов, мы еще отметим дословную цитату из песни Алиши и Кейс и Джей Зи. Называется трек Empire State of Mind, и вы наверняка его знаете. Рассказывает песня о крутости и возможностях, которые открывает людям Нью-Йорк, и в ней есть фраза «Since I made it here, I can make it anywhere». То есть, если я чего-то добился в Нью-Йорке, то смогу добиться этого везде. Слова дословно повторяет Человек-паук в своей веселой инструкции по выживанию в зомби-апокалипсисе. Только вкладывая в них другой смысл, намекая, что если человек сможет выжить в перенаселенном зомби Нью-Йорке, то он выживет везде. Такой вот забавный каламбурчик. Думаем, что события Сирии не нуждаются в дополнительном разжевывании, поэтому не будем лить воду и сосредоточимся на интересных моментах. Может ли Халк стать зомби? Мы видели, как Брюс Беннер фактически пожертвовал собой, чтобы дать паучку и черной пантере сбежать, что вызвало дилемму. С одной стороны, Халк достаточно силен, чтобы одолеть бесконечное количество зомби. Но с другой достаточно пары укусов, чтобы сделать его одним из своих. Правда, смогут ли зомби прокусить кожу Халка и не сожжет ли его радиоактивная кровь зомби вирус? Это хорошие вопросы, но в комиксах в зомби Халк все же превращался. Причем в одного из самых безумных, ибо даже без вируса ломать и крушить Халк хотел всегда. А теперь ему еще и требовалось постоянно жрать. В зомби вселенной Халк один из мощнейших противников. Правда, в итоге умер Брюс все же героем. Сначала он раздавил зомби Железного Человека, а потом смог обуздать Халка, превратиться в человека и позволить выжившим героям себя убить. С этим разобрались, и остается главный вопрос. Что будет с Таносом и Камнями Бесконечности? Это самая веселая часть эпизода, ведь зомби-эпидемию решили встроить прямо в начало событий Войны Бесконечности. То, что Танос может быть зомби, логично, пусть и неожиданно, но еще более неожиданно то, что появился Фиолетовый в Аканде. Если смотреть заключительную сцену внимательно, на переднем плане видно именно ваканцев. И сразу возникает два вопроса. Что Танос забыл в Аканде, если в оригинальной Войне Бесконечности он прибыл туда лишь за тем, чтобы забрать Камень из Вижена? Откуда у Таноса Камень Времени? Ведь Стрэндж накладывал на него защиту, снять которую может лишь он сам. Ну, со вторым вопросом все просто. И, возможно, попав в Нью-Йорк, Танос сначала сам превратился в зомби, а потом выменял у Стрэнджа Камень в обмен на ногу какого-нибудь Асгардца. А вот с первым вопросом все не очень ясно, но можно приплести сюда то, что Т'Чалла и Человек-паук летят в Ваканду с Камнем Разума. И что будет с ними и вселенной в целом загадка. Но надежда таки имеется. Ведь есть еще Тор, который в зомби точно не превратился. И на момент событий эпизода делает себе Штормбрейкер вместе с Ракетой и Грутом. Да и Стражи вполне возможно выжили. Правда, без Мстителей на Титане их шансы против Таноса равнялись нулю. Но возможно самого Таноса там не было, ведь он отправился в Нью-Йорк за Камнем Времени. По идее, вместе с Человеком-пауком и Камнем Разума в Ваканду прибудет и Тор. Так что остается надеяться, что увидев масштаб разрушений, он все же будет целиться в голову. Хотя, судя по словам наблюдателя из концовки, эту вселенную все же ждет щелчок. Ну а всех фанатов Человека-паука ждет радость. Ведь пятый эпизод, что если стал первым в истории киновселенной, где оказался упомянут дядя Бен. О нем говорит Паркер, перечисляя потери. И на секундочку, ни в одном из прошлых проектов о Бене не упоминалось. Максимум, что мы видели, это чемодан во втором фильме. Дядя-паучка, наконец, получил внимание. Правда, к сожалению, только в альтернативном мире. Да и не с Томом Холландом. Ведь, несмотря на очень похожий голос, играл паука в мультивселенной не он. Озвучил Паркера Хадсон Тамс. И мы подозреваем, что дело в правах на персонажа, из-за которых Кевин Файги не мог привлечь киношного Холланда в проект. Да и выглядит эта версия паучка совсем иначе. Пусть путь в своей вселенной Паркер и прошел аналогичный. Как и Вижен с Алой Ведьмой, только на этот раз ребята поменялись ролями, и погибла уже Алая Ведьма, которую бедный андроид любой ценой пытался сохранить. Помимо забавного реверса сюжета Ванда Вижена, есть здесь не менее забавная связь с четвертым эпизодом «Что если». Там, как вы помните, Доктор Стрэндж никак не мог спасти Кристину и быть с ней вместе. Древняя заявляла, что для Стивена смерть Кристины является точкой невозврата, которую не поменять даже с камнем времени. И очень похоже, что аналогичная ситуация и у Вижена с Вандой. Вне зависимости от вселенной и вне зависимости от их стараний быть вместе они не могут. И какой бы альтернативной вселенной ни была, всегда найдется что-то, что их разлучит. Такая вот грустная аналогия. И в следующий раз, когда вы с друзьями устроите марафон киновселенной, у вас будет идея для игры. Пить каждый раз, когда сценаристы Марвел убивают Вижена. Ибо на данный момент это случилось уже шесть раз. В Эре Альтрона Джарвиса убил Альтрон. Затем сначала Ванда, а потом Танос в Войне бесконечности. В Ванда Вижене Вижен умирал дважды. И в пятой серии погиб уже в шестой раз. Никто в киновселенной такими результатами похвастаться не может. Разве что Хэнк Пием, который раз за разом становится вольным или невольным злодеем эпизодов, что если. Хотя до этого киновселенная использовала его как парня на побегушках, на заднем плане. Такое преображение легко объяснить. Очевидно, что перед выходом Человека-муравья 3, Марвел накачивает персонажа значимостью и повышает ставки с ним связанные. Чтобы на момент выхода фильма мы знали, как сильно Хэнк мог изменить вселенную и какой властью обладает. Это забавно еще и тем, что по идее в Полиции времени из сериала о Локе должны быть сотни Хэнков Пимов. Ведь все, что мы видим в «Что если» это события, которые раньше ТВА предотвращала. Сейчас она так не делает, что вызывает очередной вопрос. Ведь в концовке Локи мы видели, что ТВА продолжает существовать и что-то предпринимает. Но ни одно из событий, что если они изменить даже не попытались. А значит новый глава организации «Злой Канг» действует совсем иначе. В общем, после пятого эпизода мы имеем типичную ситуацию. Кучу фан-сервиса и забавных моментов мы увидели, но серия оставила после себя в 10 раз больше недосказанного. Учитывая, что Кевин Файги уже сообщил, что второй сезон, что если сосредоточиться на событиях четвертой фазы, продолжения зомби-вселенной мы скорее всего не увидим. И это грустно, ведь хотелось бы хоть раз в жизни киновселенной узнать, чем все закончится. Ну что ж, в этот раз не срослось. Так что напоследок мы отдадим дань уважения Чедвику Боузману. В отличие от многих актеров, в сериале Т'Чаллу озвучивал именно он. И фраза, что смерть не конец из пятого эпизода, получилась мощной и невероятно грустной отсылкой на реальный мир. До новых встреч, друзья!